Привет, девчонки! Добро пожаловать ко мне на канал! Если вы меня фоуете в инстаграме, то вы уже знаете, что мы с Джессикой приехали в Россию к родителям. Сейчас я сижу у них в спальне. Новостей, на самом деле, у меня очень даже много, но в этом видео я хочу поделиться с вами тем, как прошел наш перелет. И расскажу, что нам понадобилось, что не понадобилось, как вообще себя вела Джессика. Подробно постараюсь ответить на вопросы девчонок, которые вы мне задавали. Так что смотрите это видео, если вам предвидится перелет с ребенком, думаю, что оно должно вам помочь. Начнем с того, что я расскажу вам просто план нашей поездки. Мы сначала были 2 часа в GFK, потом у нас был перелет GFK, то есть Нью-Йорк, Москва, 9,5 часов, кажется. И потом еще 4 часа в аэропорту Шереметьево и 2 часа в Астрахань. На первый взгляд, когда ты это слышишь и понимаешь, что ты поедешь одна с ребенком, то у тебя такое лицо просто... Как я это сделаю? Я себя успокаивала тем, что это вряд ли может быть хуже, чем роды. И я ожидала, что все будет плохо. То есть я знала, что я буду супер уставшую, что Джессика, скорее всего, будет капризничать. И я была к этому готова, но Джессика меня просто поразила. Она вела себя идеально. Я в шоке просто от того, как она себя вела во время этой поездки и как она перестроилась. Потому что сейчас мы уже в России и в первый же день у нее режим восстановился. То есть мы приехали вечером по российскому времени, по астраханскому времени. И в первый же вечер она уснула в ночь, проснулась утром и опять в 10 уснула, как всегда у нее первый тихий час утром в 10. И потом также второй был по расписанию, представляете? То есть у нее джет-лэка не было вообще. Я до сих пор отхожу. Вчера вот я заснула в половину третьего ночи и не могла уснуть долго. Насчет того, что брать с собой. Конечно, я взяла дофига подгузников и они нужны. Я, конечно, не все израсходовала, но я взяла на всякий случай побольше. Потом сменный аутфит. Я взяла только один, но нужно было бы взять и два. Не помешали бы. Так что советую вам взять два. Потому что Джейсика решила сменить его в первый же наш визит в туалет. Но потом, к счастью, все было хорошо. Она не испачкалась особо. Ну такая грязненькая была, но нормально. Как после самолета. Я не брала игрушки. Купила одну, по совету девчонок на ютюбе тоже. И купила просто одну новую игрушку, которую она никогда не видела. То есть это должно ребенка отвлекать. И она крепится на такой присоске, крепится к стеклу. Я ее прикрепила к иллюминатору прям. И она у нее висела вот так. Только нам это понадобилось. Я ее прикрепила и в самолете уже Москва-Астрахань. И то, но чуть-чуть, потому что она весь полет спала. Это было прям на взлете. Перед взлетом, пока мы ждали в самолете. Что касается... Ну, моих вещей я не буду там ничего говорить. Еда. Я брала ей. Просто я посмотрела, подумала, сколько раз она поест. Я знаю, что она на завтрак ест всегда. В общем, я взяла чуть... Я взяла на два приема пищи больше, чем положено по времени. На всякий случай, конечно, я это не израсходовала. Но нужно было с собой все равно иметь, для того, чтобы чувствовать себя спокойно. Слюнявчик, ложка, все. Соски я, кстати, взяла. Она их, конечно, все роняла. Но на три минуты было развлечение, когда она в коляске не хотела сидеть. Кстати, насчет коляски. Вы знаете, наверное, что в аэропорту очень часто такая ситуация случается, что в самолетах вы сдаете ваши коляски, и они их ломают. Это очень распространенное явление. Я, конечно, не хотела сломать нашу коляску, плюс она тяжелая. И я решила купить самую дешевую коляску в Омарсе. Она стоила 25 долларов. И я просто безумно счастлива. Мне кажется, что это было лучшее решение, которое я приняла за эту поездку. Потому что эта коляска меня спасла. Она складывается в трость. Она очень легкая. Мне было с ней просто. Джессика в ней сидела. Там ничего, никаких режимов нет. Но она даже умудрилась с ней поспать. Так что супер, очень советую именно так сделать, если не хотите покупать какую-то дорогую прогулочную коляску. Потому что я знала, что мы все равно ей пользоваться не будем. Потому что мне наша Мима очень нравится. И я не хочу никакой прогулки с ней ходить. Хотя я уверена, что это легче. Но мы с Мимой прямо домой заезжаем. Поэтому я ее прям там сажаю. Ну, в автокресло. И потом в автокресло на коляску. Либо у меня люлька лежит в багажнике. Так что все удобно и так. Вернемся к полету. Я забронировала люльку за три дня где-то. Хотя они говорят, что ее нужно бронировать за 48 часов. Но я позвонила за три дня. И мне сразу же сказали, что люлька подтверждена на три полета. Кроме одного. Это с учетом билетов назад. И так все и было. То есть в аэрофлоте предоставляется люлька деткам до скольки-то там. До года, наверное. Ребенок должен быть не больше 11 килограмм. Джессика сейчас весит около 9 килограмм. Может быть чуть меньше. И эта люлька нас очень-очень спасла. Я не смогу вам ставить здесь фотографии. Потому что, простите меня, кстати, заранее. Я сейчас снимаю на айфон. Никак не разберусь. У меня нет с собой ноутбука. И моей Final Cut. Никак не разберусь с Adobe, который у моего брата стоит. И там просто как... Только пипец просто какой-то. Я вообще ничего не понимаю. Но, вы знаете, новая программа монтажа. Это жуть. Поэтому пока что буду вот так снимать. Потому что не хочу пропадать. Надеюсь, что вы тоже не хотите, чтобы я пропадала. А еще у меня отснято видео с гор. Когда мы ездили в Нью-Йорке в горы. Очень должно быть красиво. Потому что там места восхитительные. Вы, наверное, видели фотографии в Инстаграме. Но я его обязательно смонтирую и выложу тогда, когда уже приеду в Америку назад. Так, все. Теперь полет. По соседству с Джессикой сидела... Точнее, как? Там 4 места. Я сидела в середине. Это в середине. Вы знаете, американские самолеты, они очень большие. Там 2 места. Или 2 места. 4. 2 проход. 4 проход. 2. Вот так. Мы сидели посередине. Я сидела прямо с краю с Джессикой. И это места, кстати, это огромный плюс, когда есть люлька. Это места, где можно вытянуть ноги. То есть для вас это прямо будет супер. И рядом со мной было пустое место. И потом еще девушка и парень. Парень оказался русский, девушка нет. У них ребеночек был такой же по возрасту, как Джессика. Она 1 месяц старше. И они просто сходили с ума. У нас задержали рейс. Мы сидели в самолете, просто ожидали разрешения на взлет. И они просто там, что только не делали. У этой девушки оказалась куча игрушек. Она сидела, читала Джессике книжки. В общем, очень приятные ребята. Мы поболтали. Мы с ней еще потом весь полет болтали, когда не спали. Потом у нас был рейс в 7. То есть там задержали на 8. И потом в 11 часов Джессика наконец-то устала. Честно говоря, я думала, что она раньше заснет. Я думала, что она вообще весь полет будет спать. Но вот с 11 она спала, получается, около 6 часов. Она проспала в люльке. Я, конечно, ее вытаскивал пару раз, когда была зона турбулентности. Когда просто она что-то встала, кушать захотела, я ее покормила. И потом уже на посадке я тоже ее вытащила. А так очень удобно. Да, она, конечно, воротилась. Мне было непривычно, потому что она со мной спит всегда. Мне ее нужно видеть. Мне неспокойно, когда я ее не вижу. Но я просыпалась периодически. Я мало спала, конечно. Конечно, я устала, мне было очень неудобно. Но, в принципе, я поспала хоть сколько-то. То есть я не была прям совсем измотана. Потом мы прилетели в Москву. И там меня встретили подружки Кристина и Ай. Очень это было... Хаупфу, хотела сказать. Е-мое, простите, пожалуйста. Если я когда-то вставляю, то я знаю, что это раздражает людей. Но иногда это неконтролируемое явление. Меня само это бесит. Полезно. Помощь они мне оказали существенную. Так, все. Мы посидели в шоколаднице. И я попила чай, немножко пришла в чувство. Девчонки с Джейсикой поиграли, покормили ее. Потом исходили, переодели ее опять. Подгузник, я имею в виду. И она была, в принципе, счастливая. Мы пошли с ней проходить на уже посадку нашу. Не посадку, а просто к зоне ожидания. И она там у меня уснула. Проспала, мне кажется, часочек или полтора точно. А потом проснулась, когда нам уже нужно было идти к выходу. И везде пропускали меня первую, кстати. Вы знаете, да, с ребенком всегда пропускают. Единственное, что в Нью-Йорке, помимо этого, еще люди и работники все тебе помогают. В Москве, конечно, такого не было. У меня был такой шок небольшой. Потому что меня женщина какая-то нагрубила. Я подошла к ней спросить про выход, что ли. И она на меня... Сначала она меня игнорировала. Два раза на меня посмотрела, проигнорировала работница. А потом она подняла эти глаза на меня и говорит, уфа! И я такая, окей, ладно, ладно, что ж ты так нервничаешь-то. Вот, ну, я была к этому готова отчасти. Потом мы прошли на посадку. И Джессика уснула, когда я ее кормила. Вы знаете, да, чтобы у ребеночка не закладывала уши, нужно кормить грудью. Либо бутылочкой, что вы делаете. Там можно воды просто дать. Но все в том, чтобы ребеночек глотал. И тогда ушки не будет закладывать. Так мы и сделали. Все прошло хорошо. Джессика не плакала. Она у меня вырубилась прям в самолете и проспала весь полет. Очень хорошо себя вела. Очень хорошо. Я просто хвалила ее много. Она умница, большая. И очень желаю вам, чтобы ваши детки тоже хорошо себя вели в самолете. Я знаю, что девочка, которая соседняя была, рядышком с нами, она спала совсем чуть-чуть. Может быть, только два часа вот этот длинный полет. Хотя он был ночной. Не все детки так спокойно это воспринимают. Не знаю, в чем дело там. Но, наверное, в принципе, в настроении ребенка. Может, ну, в характере. Не знаю, тут просто, наверное, повезло еще. Но все равно какие-то вот моменты, что касается коляски, люльки, я надеюсь, что вам было полезно посмотреть. Если у вас остались какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу в комментариях или куда-нибудь пишите мне в директе, в инстаграме. Всегда отвечаю. Знаю, что остаются все равно вопросы, чтобы не рассказала. Наверняка сейчас закончу снимать видео и вспомню, что что-то недорассказала. Так что не стесняйтесь, пишите. Девочки, насчет видео, которое мы выкладывали, я выкладывала в инстаграме, где сюрприз для бабушек, дедушек и подружек моих. Как они среагировали, там столько комментариев добрых. Я до сих пор в шоке от этого. Вы настолько теплые и отзывчивые. И мне это безумно-безумно приятно. Спасибо вам за то, что вы такие. И просто спасибо. Все, девчонки, спасибо большое. Мы побежали, дел полно, конечно же. Первые дни приезда, все хочется успеть. Я, кстати, волосы постригла и маникюр сделала. Все, до встречи в новых видео. Буду снимать, обязательно не хочу пропадать. Целую, пока-пока. Здорово, целую, маленькие края. Только дождите, дитя. Добо! Субтитры сделал DimaTorzok